Здравствуйте, с вами Актер ТВ, и это передача Кульзавтрак со звездой, и я и ее ведущая Варя Ткачевой. Сегодня у меня в гостях мой друг Денис Батькович. Здравствуйте. Итак, Денис, ну, во-первых, самый кримитивный вопрос, что ты будешь готовить? Я буду готовить фруктовый салат. Нет, Варь, Варь, давай чуть-чуть, скажем так, разбавим общение, да. Привет, Денис, как настроение, что ты сюда приперся? Привет, Денис, как настроение? А что ты сюда приперся? Я, так сказать, пришел сюда готовить. А кто тебя звал? Варимир Михайлович Сулханов. А, это другое дело, тогда можно. Варь, ну пошутите хоть немножко, да, не идите по шаблону. Хорошо, Денис, начнем готовить. Что ты будешь готовить? А, я спросил уже. Да, спроси еще раз, он не ответил. Что ты будешь готовить? Я буду готовить фруктовый салат. А почему фруктовый салат? Почему так примитивно? Я не понимаю. Все будут готовить фруктовый салат. Варь, Михайлович сказал, можно приготовить фруктовый салат. И на фруктовый салат будет очень вкусно. Но главное не приготовить его, а красиво получше. Денис, а теперь смотри, значит, у тебя объект не только Варя, но и зрители, которые находятся здесь. Поэтому, если ты шутишь, все-таки шути и нам, да? Получается, блюдо будет называться горелые блинчики и какой-то, и слишком намеченный салат Дениса. Мы будем вместе его готовить. Помни об этом. Ну, не обещаю, все получится шикарно. Ну, начнем. Так, Каля, пьема, нужно забить емкости. Я салатом. Варь, вот где ты был последнее время, мне хочется сказать, я был в школе, дома, на катке, в метро. О, Варь, не тот. Где ты отдыхал, да? Или как? Как где ты был в последнее время? Где ты отдыхал в последнее время, Денис? Я отдыхал в Италии и в салатах. Варь, только смотри, к отдыху тоже тогда нужно подвести. Денис, устал ли ты за год учебы, да? Вот я знаю, как бы скоро наша учеба заканчивается, скоро май, месяц, последний день учебы, потом каникулы. Скажи, пожалуйста, ты сильно устал? Да. А ты во время, скажем так, учебы, ты где-то отдыхал? Были у тебя каникулярные дни? У тебя были дни, когда ты отдыхал, чтобы можно было прийти, остаться на диванчике. Ну, как все, в принципе, мальчики, учат телек. Неправда. Неправда, я не пара в спорте. Ты спортсмен, комсомолец и просто красавец. Я не могу говорить, это будет ложью. Но, молодец, что признался. Варя, признался в чем? Ложью что? Что ты комсомолец и ложью то, что ты красавец. Варя, подхватывайте, задаете вопросы, если подхватываете, да, человека. Идите от человека, от него все-таки. Хорошо, Денис. Окей, Гугл. Окей, Денис. Где ты в последнее время отдыхал? Я отдыхал, ну, за границей в последнее время. Ну, скажи, где за границей, это более интересно. Не просто, а Денис, в Италии. У меня сегодня очень важный вопрос. Вот, по-честному, какие девочки красивые, тарелки. Варя, только если ты по-честному, все равно, что для зрителей тоже должны... По-честному, вот люди сейчас, вот, мнение мачек, вот, сейчас, Денис, вот, правда, все-таки по-честному. Потому что итальянки... Нет, Варя, ты не поняла, еще раз задай вопрос, только чтобы зрители-то слышали. Денис, вот только сейчас по-честному. Ты был в Италии, какие вот девочки красивее? Итальянские или наши люди? Какие? Ну, вот, я даже не знаю. Итальянки или россиянки? Итальянки или россиянки? Давай. Мне там мнение, правда, очень нравится. Конечно, россиянки. Почему? Почему? Патриот? Нет, Варь, Варь, задала вопрос, слушай, ответ. Вы, у вас есть вот такая тенденция. Вы вопрос задали и сразу сами начинаете на него отвечать. Дорогая моя. А почему это будет? Ну, как говорят? Это лишь на моем мнении. Конечно, у некоторых мнения не сходятся. Ну, понятно. У кого-то... Ну, неважно. И как? Итальянских мальчиков. Денис, ну, вот, я знаю, ну, как бы, я перейду назад, в тот год, на Ленинг Канюклу. Я помню, что ты был в лагере, да? Да, был. Слушай, и тебе понравилось, естественно? Естественно, понравилось. А почему понравилось? И вообще, почему ты туда пошел? И зачем вообще ты туда поехал? Это, ну, в прошлом году у меня не было в студии актера, и Антона... Варя, дорогая моя, дай ему ответить. Ты задала вопрос, задаешь сразу следующий. Подожди. Твоя задача – разговорить с собеседником, а не быть самой телезвездой экрана. Ну, у меня не было в прошлом году, к сожалению, у меня в этой студии, и мне надо было подготовиться, чтобы прийти сюда, посмотреть, какие здесь ребята, какие учителя. Мне все очень понравилось. Понятно, Денис. А мы не переборщили с фруктура? Нет, фруктура должно быть много. Ну, ты понимаешь, что она запасы уже заканчивается, у нас в холодильнике уже больше ничего нет. Ну, понимаешь? Спустим. Может быть, хватит? Ты думаешь, что мы это с тобой съедим как-то? Почему? Можно подключить Владимира Михаева, и никто не подключить. Ну, это уже добрый религиозный французский эгоистый, угостим всех. Ну, мне кажется, этого хватит. Ну, да. Итак, сом, кто нам пришел? Как его подключать? Зачем? Ну, хорошо. Теперь вопрос. Думаю, ты сказал, что захотел узнать какие-то учителя, и так далее. То есть, а зачем ты вообще пошел в актерскую студию? Чтобы научиться стать актером, развивать свои актерские навыки. Но не только актерские, но и графические навыки вокалов. А ты считаешь, что ты талантливый? Ну, я не знаю. Зачем ты там подтверждаешь? Во-первых, сюда приходят не талантливые люди, чтобы научиться быть талантливыми и развить свой талант. Талантливые люди обычно сидят, вот, как ты говорила, на диване. Ну, особо отдаленные, скажем. Да, сидят на диване. Ну, понятно. Хорошо. Ну, а ты уже где-то снимался? Да, я снимался в многосерийном фильме «Сельский учитель». Прекрасно. А кого ты там играл? Я играл в Селю Курочка, в Челька школу. Итак, теперь у меня к тебе вопрос. Почему ты элементарную вещь, фруктовый салат, ну, по книге рецептов готовишь? У тебя склероз или... У меня просто вопрос. Варя, жди ответы, ты уже додала, я уже понял. То, что тут есть слова такие, как «кубинь» и «кубинька», не значит, что это говорится. Это слова русского языка. А зачем там слова? Давай. Зачем ты его притричишь? Ты не у тебя сапливалась. Ну, вещи... Вот это вот было твоё. У нас такое вообще... Хотя оно есть, но в коридоре. Так, фруктовый салат готов? Готов. Не, а... Да? В общем, готов, но надо красиво было, чтобы всё. У нас тут есть красный шерпаленочек. Денис, Бога ранее. Ну, ладно, руками будем. Ну, чё ты... Помудьте хоть. Чё ты... Ага, ну, чё ты у нас руки в этой... Чё ты такая... Я думала, что ты сразу так начнёшь. Вот, правильно, берём. Так красивенько, цветочек выкладываем там. Цветочек покружу, чё. Господи. Ты думаешь, я в этом разбираюсь? Ну, чуть-чуть, правда, разбирайся. Хорошо. Мы покажем ещё. Главное, приготовить какой-нибудь блинчик. Варя, когда будут вам показывать вот так, или вот так, или вот так, это значит, нужно заканчивать. Значит, у вас есть где-то 10-15 секунд для бла-бла-бла. Показываю. Итак, мы, наверное, приготовим блинчики после рекламы, а пока... Не рекламы, а рекламные паузы или после рекламы? Мы продолжим сейчас после... Мы продолжим готовить после рекламной паузы, и пока что мы прощаемся ненадолго. И будем с Денисом Васильевичем забыть рецепт блинчиков, чтобы не было склероза. Слово, можно было? Конечно. Ну, до встречи после рекламной паузы.